Напомню, это просто совпадение, а я самый старый же Харбуда Кошалевщины проживаю в одном из самых старожидных населенных пунктов района, в Вес-Дуравичи. Я думаю, что с 14-го года Катерина Зайкина весь час прожила в сельской местности и, кольки копала сил, працавала. Я еще минулой осенью копала бульбу на властном огороде. У Вогули, у всех подробностей своего життя женщина уже не памятная, а тому ей допомогает 80-х годовая дочка Мария. Отец у помещиков работал и заболел и умер. Она осталась три годика только ей была. Ее мать вышла замуж, четверо у бабы была, у ее матери, и на пятеро детей еще пошла, потом та ее мать. И родила еще двое детей. Катерина Зайкина в имя любить музыку, а тому на дни народжения до яе обоязково проезжают артисты. 105-годовый юбилей выключением не стал. Уречте для женщины гэта добрая махчимость напомнить життё радостью, якого хапала далёко не за усёдым. С трёх родных братов два загинули на войне. Один подчас финской кампании, другий – у Великой Ачины. У 41-м у парон трапил муж, и женщина приклала шмат намаганев, кап вызволить ягом. Тады у яе усе отрымалося. Муж загинул поздней, подчас боёв у Рогачевским районе. Зерно вот это было со стеклом давали, отварят в касках по сосуду, буряки в поле там собирали, а потом уже нечего вообще было, и мороз. Вот умирали, отец уже трешинели на себя, и сам уже ползал. Повенчевать юбиляра пришло столько людей, что у вязковой хати одразу стало тесно. Простовники органов Улады, местового сельско-господарчика предприемства, школьники. И як эпилог – музычное венчевание. 105-годовый юбиляр настолько задоволен, что негде дичина взрослых починает танцевать. Причим, после первой песни просить выконать ещё одну. У день народжения хочется верить только у самое лепшее. Кольки пашпартов отрыбливала за своё житё долго же харка жанчинов жуй непамятая. Вот гэты опошни выдадены в минулом годе. Термин его дейня до речи до 12 лютого 2036 года.